Всем привет! Добро пожаловать на мой канал о продуктовом дизайне, карьере и творчестве. Сегодняшнее видео будет не совсем про дизайн, но мы сегодня поговорим о том, как успевать жить, творить и работать, и когда у тебя грудной маленький малыш. Мужчины, это видео не для вас. Можете поставить лайк, это принесет вам удачи, и отключаться. Ровно 9 месяцев назад я стала мамой самого прелестного, чудеснейшего малыша. Но я решила, что я не хочу выходить на декретный отпуск, а буду работать. Я не знаю, то ли это был страх того, что я потеряю свой профессиональный опыт и отстану от дизайнерских тенденций, то ли мне хотелось просто испытать себя, получится ли мне вообще совмещать все подряд. В итоге я не выходила на декретный отпуск, я только месяц была на больничном. Короче, это видео будет про то, как не успевать снимать ютуб, когда у тебя малыш. В итоге я не выходила на декретный отпуск, я только месяц была на больничном, и сразу же подключилась на работу. По скриптам на удаленную работу. То есть если вы фулл-тайм хотите прямо в офис ходить, то нет, такого невозможно. Либо на удаленке, либо не работать. И сегодня я хочу поделиться своим опытом, секретами продуктивности. И как мне удается выполнять все бытовые домашние дела, выглядеть при этом, я думаю, нормально, и воспитывать ребенка, также работать, успевать все, при этом чувствовать себя прекрасно. Одна пятая часть видео записана. Ура! Первый и самый важный секрет – это правильная утренняя рутина. Раннее пробуждение дает вам возможность привести себя в порядок, собраться с мыслями, подготовить завтрак, и в целом чувствовать себя лучше. Обычно в это время я быстро привожу себя в порядок, завтрак готовлю и смотрю мелкие задачи по работе. То есть там чекаю чаты, делаю план на день, и делаю мелкие задачи, которые не требуют сильно много времени. Второй секрет – это планирование. Я не люблю осложненные методы планирования, поверьте, я потратила кучу времени, чтобы изучить эти методы, вместо того, чтобы уже начать что-либо делать. Поэтому у меня самый примитивный и обычный метод записывать в приложении в своем телефоне заметки, я пишу примерно «Успеть за март». И списком пишу все дела. Туда вход и сложные, и легкие, и долгие, и недолгие, и рабочие, и личные дела. И когда в течение месяца этот список сокращается, поверьте, он будет сокращаться, потому что там всякие задачи. Я чувствую удовлетворение, и мотивация не теряется. Также важно уметь делегировать задачи. Например, в фронтенечке некоторые задачи делают сами, без моего участия. Эти задачи, они в основном относятся к дизайн-системе, где можно использовать уже сформировавшиеся паттерны и быстро собрать функционал через дизайн-систему с помощью компонентов. То, в принципе, они с этим справляются сами. И мне осталось только утверждать. Также, допустим, когда у меня митинг, или же мне нужно отъехать, то мой муж сидит с ребенком. Третий секрет — это оптимизация рабочего времени. Я использую метод фокусировки на задаче и работаю в интервалах времени. Допустим, вы уже знаете, что у вашего мужа 2 дневных сна по часу или по 2 часа. Также он уходит на ночной сон 8 или 9 вечера. Значит, в это время вы можете работать и не отвлекаться. Четвертый секрет — это мультизадачность. Я этим вычитывала, что самого феномена мультизадачность не существует. Есть такой термин, как task switching, то есть переключение задач, а точнее быстрое переключение между задачами. То есть наш мозг, он не может параллельно делать несколько задач, он может быстро переключаться. Поэтому этот секрет скорее будет назваться task switching. Но формат task switching, он не подходит для рабочих задач, это скорее просто обычные личные бытовые дела. Допустим, мой ребенок ест, и я тоже ем, и параллельно могу убираться, смотреть сериал. Допустим, когда ребенок сам играется, такое тоже возможно после 6 месяцев, то я там могу читать книгу или смотреть сообщения. Это все задачи, которые не требуют сильной умственной деятельности. И, наконец, не забывайте о самоуходе. Это крайне важно, особенно для мамы. Найдите время для себя, даже если это несколько минут в день, потому что здоровая, сбалансированная, красивая мама – это счастливая мама. Так, вы, наверное, подумали, что за чудо женщина и работает, и убирает, и готовит, и все успевает. Но нет, бывают периоды, например, как сейчас, когда я ничего не успеваю, нет. Бывают периоды, когда я себя чувствую ужасно. Допустим, мне очень лень. Так, бывают периоды, когда мне становится очень лень что-либо делать. В такие времена я даю себя отдохнуть. То есть я, допустим, могу в это время не заниматься задачами по самореализации, не планирует там какие-то свои будущие бизнесы. Очень сложно в это время, допустим, снимать тот же Ютуб. Поэтому я в это время просто расслабляюсь, смотрю какие-то сериалы, может быть, и провожу время с ребенком. Потому что я понимаю, что моя основная работа сейчас – это быть мамой и быть счастливой мамой для своего ребенка. Поэтому этот период я должна как-то пережить без каких-то… Ой, Павел, не трогай! На самом деле я не думаю, что это связано с перенагрузкой, потому что у меня и до замужства, и до ребенка были такие времена, когда ничего не хотелось сделать. Я думаю, что это, скорее всего, женские гормоны. Знаете, именно прекрасное осознание того, что основная работа – это быть мамой. И что ребенок не всегда будет таким маленьким. Он дает мне силы и мотивацию находить баланс между материнством и работой. Жены! Так, вот и все, друзья. Вот и все, друзья. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Поставьте обязательно лайки, подписывайтесь на мой канал. И надеюсь, мои секреты помогут вам также быть продуктивными с вашим малышом. И не бойтесь работать во время декрета, потому что, мне кажется, не работа на декрете, она сильно… Вот и все. Пока!